Ежегодно 19 января православные христиане готовятся провести церковный праздник – Крещение Господне. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие, как пророк Иоанн крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. О том, как появился этот праздник, какие традиции и обряды совершают в этот день, расскажем далее в сюжете. Праздник Крещения Господне или же Святое Богоявление называется «Потому что Господь после Крещения показал Себя миру как Спаситель, потому что Бог – это вечный свет, просвещающий все вокруг». 18 января перед Крещением Господне отмечает Крещенский Сочельник. Именно в этот день проводится главное приготовление к Крещению – строгий пост, последний день каледований и святочные гадания. Накануне праздника с 18 на 19 января в православных храмах проходит праздничное богослужение, после набирает освященную воду, а некоторые совершают погружение в ледяную прорубь. Многие задаются вопросом, зачем люди в этот день ныряют в ледяную воду, окунаются в крещенскую ордай на церковном подворье. Затем, что это языческий подход, где человек вступает в отношения с Богом через божественную материю и снимает с себя грехи. Со временем православная церковь запретила окунаться зимой в воду. Погрузиться в прорубленное во льду отверстие разрешалось только на Крещение Господне в ночь с 18 на 19 января. Однако запрет проходил довольно мягко. Древние традиции языческих празднований просто подменялись христианскими. Так, процедуру Крещения Христа в реке Иордан привязали к старинному обряду купаний в проруби. Конечно, крещенские купания – это старая традиция и для многих имеет большое значение. По их мнению, погружение в ледяную воду приносит очищение, освобождение, прилив сил, духовную чистоту. Любой, кто в этот день погрузится в прорубь, почувствует перерождение. А главное – укрепить свое здоровье и зарядиться положительной энергией.